Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня мы продолжаем разговор у Василия Васильевича Розанова. Соответственно, речь пойдет о листве Розанова, но позволю я себе начать с другого текста. Текст, который принадлежит Виктору Шковскому, знаменитая его статья «Искусство как приема», которая вошла в сборник у теории прозы, вышив в Москве в 1929 году. И, собственно, процитирую я его по этому тексту, потому что, на мой взгляд, это очень розановская и связанная с розановской проблематикой. Собственно говоря, Шковский, тот пассаж, который я хотел бы процитировать, он в свою очередь начинает его с цитаты. Это объемная цитата из дневника Льва Толстого, он 29 февраля 1897 года. Шковский цитирует. «Я обтирал в комнате и, обходя кругом, подошел к дивану и не мог вспомнить, обтирал ли я его или нет. Так как движения эти привычные и бессознательные, я не мог и чувствовать, что это уже невозможно вспомнить. Так что, если я обтирал и забыл это, то есть действовал бессознательно, то это все равно, как не было. Если бы кто сознательный видел, то можно было бы восстановить. Если же никто не видал или видел, но бессознательно. Если целая сложная жизнь многих происходит бессознательно, то эта жизнь как бы не была». Конец цитаты. Собственно, дальше Шковский пишет. «Так пропадает в ничто, вменяясь, жизнь. Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны». Опять цитата. «Если целая сложная жизнь многих проходит бессознательно, то эта жизнь как бы не была». Конец цитаты. И, собственно, завершая эту достаточно пространную цитату из Шковского, дальше он пишет. И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы сделать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание. Приемом искусства является прием остранения вещей и прием затрудненной формы, увеличивающей трудность и долготу восприятия. Так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен. Искусство есть способ пережить делание вещи, а сделанное в искусстве не важно. Жизнь поэтического художественного произведения от видения к узнаванию, от поэзии к прозе, от конкретного к общине, от Дон Кихота, схоласта и бедного дворянина, полусознателя, переносящего унижение при дворе герцога, до Кихота Кургенева, широкому но пустому, от Карла Великого к имени короля. По мере умирания произведения и искусства оно ширеет. Басня символичнее поэмы, а пословица басни. Собственно, это очень известный, разумеется, на слуху пассаж Пешковского. Вот, если совсем коротко определить то, что делает Розенов в своей листве, это как раз создание нового приема, нового способа, который позволяет как раз создать новое затруднение, которое позволяет как раз создать то самое дление вещей, поскольку, как пишет Шковский, сделанное не является, разумеется, предметом для искусства, сделанное вообще не существует как таковой. Причем, я бы подчеркнул, что вот у Шкловского здесь искусство и делание оказывается, собственно, самой жизнью. Дальше, если время позволит, я коснусь, что у Розенова все гораздо сложнее. Поэтому отношения с искусством как раз у Василия Васильевича были куда более затрудненными, чем у Шкловского. Ну, соответственно, начну я с цитаты. Это очень интересное письмо, на мой взгляд, опубликованное впервые в 92-м году, ровно 100 лет спустя, после того, как оно было написано в журнале «Вопрос о философии» Модестом Колеровым. Это письмо, написанное Василием Васильевичем Розеновым Михайловскому, такому знаменитому народническому критику, постоянному сотруднику, можно сказать, главе журнала «Русское богатство». Персонаж сам по себе, как корреспондент для Розенова, удивительный. Если учесть, что это 1892 год, время, когда Розенов как раз активно публикуется в русском вестнике, бывшем Котковском, который в данный момент, в то время переехал в Петербург, редакция Берга, автор, который, репутация которого в этот момент только возникающая, но это репутация архиконсервативного автора. И вот, собственно говоря, Розенов пишет два письма Михайловскому с удивительным текстом. Да, я позволю себе тогда процитировать даже тот фрагмент, который я не выдавил, сейчас к нему вернусь, потому что фрагменты тоже того стоят, мне так представляется. Собственно, пишет Розенов следующее в первом письме Михайловскому, с которым они до этого только пару раз перебранились в газете фактически, и буквально в первых строках письма звучит следующее. «Подумалось мне исполнить свое давнее намерение». Собственно, голос здесь, опять же, голос такого персонажа Федора Михайловича. «Подумалось мне исполнить свое давнее намерение, написать вам, познакомиться с вами лично. По убеждениям мы с вами враги, но я не понимаю, почему бы мы не могли быть далеко не врагами лично. И иногда могли бы дружески обсуждать кое-какие темы. Впрочем, это не необходимо, и для меня не первое. Я просто потерял друга, недавно умершего Константина Николаевича Леонтьева, человека, которого не видал я никогда, но успел полюбить его за его чрезвычайное начистосердечие в два-три месяца своего знакомства с ним, перед его смертью и только письмами. «В том медвежьем углу, в коем я живу, кажется, впрочем, мне и Санкт-Петербург показался в том медвежьем углу. Мне просто стало скучно, слишком томительно. И вот я остановился на вас, с которым хоть и ругательней, но от всей души и без задней мысли мы могли бы переброситься». Ну, вполне предсказуемо, что Михайловский ничего не ответил на это письмо. Но оба письма сохранит, причем письма совершенно очаровательные. Дело в том, что письма сам Розанов пишет в процессе чтения очередной статьи Михайловского. И когда он отсылает первое письмо, то следующее письмо он начинает словами, что «И вот я, наконец, дочитал вашу статью». То он пишет как раз в середине «Вот я дочитал, и, собственно говоря, вот что мне еще есть». То есть тут такой чисто розановский взгляд, откуда вырастают все эти знаменитые бесчисленные примечания по ходу, спор. Это сохранилось в архиве Михайловского. Михайловский, разумеется, не ответил. Более того, даже непонятно, как такой достаточно здравомыслящий, степенный человек, как он, в принципе, мог бы ответить на подобное письмо. Это надо было быть либо Константином Леонтьевым, либо кем-то из этого круга, чтобы отозваться. Ну вот, собственно говоря, в первом же письме Розанов адресует Михайловскому, пишет, сразу же заговаривая о Боге, опять же, обсуждая вопрос атеизма, он говорит, что журналист почти должен быть атеистом. То есть извиняет Михайловского, он говорит, что это понятная профессия у вас такая, собственно, ни малейших претензий по поводу ваших религиозных взглядов здесь нет. Журналист должен быть, почти должен быть атеистом. Не может внести к Бога, который не это и не то, но во всем, и отовсего в то же время отделен. Это может быть притяжение, во всех вещах есть, но не есть из притягивающих вещей. Собственно, вот тут, как обычно бывает у Розанова, утверждение переходит в отрицание. И если посмотреть то, куда движется Василий Васильевич, и почему я вообще позволил себе начать разговор о листве именно с этой цитаты, как писал Андрей Дональевич Синявский, он говорил, что, разумеется, Розанова создала газета. В этом смысле Розанов как автор, Розанов как писатель невозможен без газеты, и вместе с тем он абсолютно невероятен. Потому что все мы знаем, что газетный автор, даже журнальный автор, но газетный без шансов, он существует сиюминутным, в одном мгновении. Всех газетных знаменитостей прошлого, даже недалекого прошлого, мы если и помним, то только как смутное припоминание. Статьи, собранные в один том из газеты, невозможно читать их, срок жизни. Газета это всегда мимолетность, оно существует в пределах максимум недели. Если текст, оказывается, не испортился за неделю, это уже очень хороший показатель. Если текст живет хотя бы месяц, это показатель редкого профессионализма. И для людей, которые специально этим не занимаются, даже имена таких журнально-газетных звезд 19 века, начала 20, как тот же самый Незнакомец, то есть Суворин в данном случае, с его знаменитыми маленькими письмами в дальнейшем, из которых во многом, кстати, и вырастает розановское творчество. Это автор, о котором мы знаем, как издатель, но которого мы не читаем. И, кстати, действительно, мы можем и сейчас, благо они переизданы, прочесть маленькие письма Суворина. И мы увидим, что этот текст, которому очень трудно нас захватить, хотя для своего времени он был одним из толпов. Точно так же, как большинство из нас добровольно никогда не будут читать Амфитеатрова или Власа Дорошенко, людей, которые были читаемы всеми, которые, собственно, были лицами крупнейших изданий того времени, вроде того же самого «Русского слова» и подобных газет. Вот для Розанова первоначальный шаг, да, разумеется, с одной стороны, вроде бы невозможность, но он, оказывается, способен вот это самое газетное, то, о чем он как раз здесь и говорит. Почему журналист должен быть атеистом? Потому что он не может вместить Бога, который не это и не то, но во всем. И от всего в то же время отдален. Здесь первоначальный взгляд Розанова. А, собственно говоря, то, что сумеет дальше сделать Розанов, он как раз и сумеет воспользоваться тем, что в этой фразе как раз звучит как препятствие. Он использует... Ну, собственно говоря, здесь я опять же позволю себе процитировать знаменитую фразу. Это слова Пушкина, сказанные им барону Розану, которые сохранились в воспоминаниях барона Розана. Когда Пушкин, ближе к концу своей жизни, посвящав Розана и приветствуя его за его произведение, говорил о том, что похвалил какой-то из моментов в тексте Розана, весьма тридестепенного автора, отмечая, что вот здесь восхитительно преодоленная трудность, с каким мастерством это преодолено. На что Розан, такой честный немец, очень немного наивный, отвечал Александру Сергеевичу, что он, в общем-то, и не видел этой трудности, он не заметил, что так понравилось Пушкину. На что Пушкин рассыпался в дополнительных комплиментах о том, что вот видно истинное дарование. Василий Васильевич, собственно говоря, это и будет делать. Да, вот для начала об истории этих изданий. Собственно, листва. Тут необходимо начать с истории. Дело в том, что свою авторскую форму, свое уникальное вклад в литературу Розанов действительно находит уже почти в самом конце своей жизни. Уединенное выходит в 1912 году. Причем для Розанова с самого начала получившийся текст сам по себе становится проблемой. Розанов будет на протяжении ближайших лет, в том числе уже в тексте «Опавших листьев», первый том которых, первый короб которых выйдет в следующем году, он будет постоянно возвращаться к вопросу о специфике уединенного. Что же это такое? Что же там возникло? Подобное. При этом, вроде бы, Розанов идет к этому гораздо раньше. Собственно, начну я с следующего. Когда журналистика начнет обсуждать текст Розанова, то первыми словами, которые прозвучат, разумеется, прозвучат слова об афоризмах, афористической манере и тому подобное. Но сразу же пойдет речь о том, что, безусловно, Розановский текст не является афористическим, поскольку афоризм предполагает оформленность, амбутность мысли. Розановский текст, напротив, исключительно текуч. Он предполагает... Это, да, это эстетика фрагмента, но это эстетика не замкнутого фрагмента, а перехода. Поэтому окажется, что здесь перед нами ложное сходство, то, на что, вроде бы, бросается взгляд. Еще в конце 90-х годов, 19-го века, Розанов начнет писать текст, который, вроде бы, достаточно близок к будущему уединенным и будущему опавшим листьям. Это так называемые эмбрионы. Они будут публиковаться в то время, и, тем не менее, Розанов в дальнейшем будет настаивать на том, что эмбрионы его, они не должны публиковаться вместе с уединенным и со всей последующей листвой, поскольку... В чем здесь будет важнейшее отличие? Эмбрионы, несмотря на то, что в них есть очень много черт последующей листвы розановской, они являются отвлеченной, абстрактной мыслью, в то время как в листве характерным будет именно соединение с... 7-минутной. Вот к размышлениям об уединенном, да, я обращу ваше внимание на обложку, которая много раз комментировалась, я не знаю, насколько здесь видно, но склоненная фигура, смотрящая на крест, разумеется, обращенная лицом к кресту, к могильному. Собственно, для уединенного очень важна стилистика не просто интимного, а записи, которые не имеют адресата. Да, я, к сожалению, забыл взять с собой буквально этот текст уединенного под руками, но я позволю себе это по памяти процитировать, с чего начинается уединенное. Если вы откроете, то первый текст, который будет на первой странице, это знаменитое посылание читателя к черту. Когда автор с читателем взаимно посылает к черту, и дальше, собственно говоря, приступает. И рекомендация Василия Васильевича о том, что, разумеется, читатель может выбросить книжку в корзину, но если не разрезать ее, а лишь немного отогнуть, то с 50-процентной скидкой ее можно отнести к букинисту. То есть, в этом смысле, выяснив отношение с читателем, дальше Розанов продолжает. Вот этот текст не просто литературен, он не наигран, потому что в нем есть целый ряд фрагментов, которые не просто непонятны читателю, а которые, скорее всего, поймет их неправильно. Так, например, в середине, уединенного, ближе к середине, Розанов пишет, как звучит этот текст. Розанов пишет, «Буквально процитирую весь этот самый листок, благо он совсем маленький. «О мои грустные опыты, и зачем я захотел все знать? Теперь уже я не умру спокойно, как надеялся». Троеточие и, собственно, пометка строкой ниже, в скобках 1911-й расставлено. Собственно, этот текст сам по себе совершенно непонятен, о чем здесь идет речь. Более того, ближе к концу уединенного мы найдем другой текст, который вроде бы будет пояснять. Однако, вполне все это разъяснится только тогда, когда мы обратимся к частной переписке Розанова, его переписке с Флоренским 11-го года, когда он будет обсуждать с Флоренским его опыты и прикосновения вообще к теме садомии. И будет идти данная проблематика. Собственно говоря, именно дата здесь очень важна. Это время написания людей лунного света. 11-й год. Здесь вот как та самая пометка. И дальше для Розанова будет очень важным. Тема он будет винить себя в том, что он не чист перед женой. Он будет в том числе и здесь видеть одну из своих вин, где очень важна соответственно пометка год, которую представляет Розанов. Вот еще раз подчеркну, этот текст, который присутствует в уединенном, он базово. Не просто не предполагает, что читатель не сразу раскроет смысл данного фрагмента, а в принципе не предполагает, что читатель его как-нибудь может однозначно дешифровать. То есть для Розанова вот создание интимности и переход в до-гутенбергову эпоху, как он будет многократно говорить о том, что и Гутенберг на что-то сгодился. Вот здесь Гутенберг на что-то сгодился в том смысле, что с одной стороны вроде бы перед нами печатное слово, но оно используется для цели и совершенно чуждых обычному тексту, обычной книги. Собственно вот уже в Сахарне, то есть собственно в листве 1913 года названо так по названию Бессарабского имения, где летом гостил Розанов. Розанов пишет, это один из таких моментов, к которому он постоянно возвращается и я выбрал этот фрагмент не потому, что он какой-то исключительно, а наоборот во многом в силу его типичности. Это повторяющийся мотив. Розанов пишет, собственно есть одна книга, которую человек обязан внимательно прочитать. Это книга его собственной жизни. И собственно есть одна книга, которая для него по-настоящему поучительна. Это книга его личной жизни. Она одна ему открыта вполне. И ему одному. Собственно это и есть то новое, совершенно новое в мире, ни на что чужое не похожее, что он может прочитать, узнать. Его личная жизнь единственный новый факт, который он с собой приносит на землю. Поэтому уединенное собственно каждый человек обязан о себе написать. Есть такой переход в универсализацию. Это есть единственное наследие, которое он оставляет миру. И какое миру от него можно получить. И мир вправе его получить. Все прочее несущественное. И все прочее, что он мог написать или сказать, ли с частью верно. Верное там не в его власть, не в его знаниях. И затем, в конце концов, все стекает в слово. Это уже из мимолетного 1914 года. В конце концов, все стекает в слово. И все завещается потомством. Это эти два мотива и родят книгу. Вот здесь, как многократно отмечалось многими, кто писал о Розенове, по-разному, Розенов существует, безусловно, в колебаниях. С одной стороны, отрицание, разумеется, текста, отрицание книги. А с другой стороны, вот в этом фрагменте мимолетного получается, что все стекается в слово, оказывается, и все завещается потомством. То есть книга-результат как раз подобного соединения. Уединенное имело очень специфический эффект, массу рецензий, массу отзывов. Я напомню, что первое, собственно, издание Уединенного было арестовано за порнографию, был судебный процесс связанный с Уединенным. Причем, если Уединенное большинство значимых для нас до сих пор понравилось, то намерение Розенова продолжать этот текст, оно вызывало гораздо больше смущения. И тем не менее в следующем году Розенов выпускает опавшие листья короба первый, а в 1915 году уже в разгар войны он выпускает опавшие листья короба второй. Это записи за 1912 год. Причем предисловие к опавшим листьям короба второму опять же значимо с точки зрения вопроса литературной формы. а именно Розенов там пишет что разумеется в коробе первым был отбор и записи которые помещаются в коробе втором они помещаются в хронологической последствии как пишет Василия Васильевич в той мере в которую он вспомнил об этой последовательности в той мере которую он мог восстановить в той мере в которой они были зафиксированы и дальше он просит читателя перетасовать колоду карт короб первый короб второй читать их в данной последовательности то есть здесь разумеется вопрос выборки вопрос того как оставить текст Именно в Коробе Первом, например, Розанов касается знаменитого вопроса о том, как издавать Розанова, знаменитый текст. Он говорит, что он невозможный писатель, его нельзя издать. Как издавать Розанова? Розанов говорит, что есть два способа. Можно издать полное собрание сочинений, либо можно издать избранное. Но Розанов пишет, а как издавать мое избранное? Если все, где я выражаюсь, это какие-то примечания, это в разговоре совершенно по другому поводу, в пассаже, в какой-то статье, которая вообще совершенно другому посвящена, никакого интереса не представляет. И в этом плане избранное никак не собрать. Но с другой стороны, пишет Розанов, это очень интересный момент, он говорит, тот, кто задумает издать меня в 30 томах, замечательно, что Николюхинское издание, первый вариант полного собрания сочинений Розанова, он как раз в 30 томах в этом смысле, забавно перекличку. Он говорит, что тот, кто задумает издать меня в 30 томах, тот будет вечным врагом моим, потому что тем самым он меня похоронит окончательно. То есть, в этом смысле он автор, которого нельзя никак издать, никаким образом. Он все время не получается. И вот проблема с изданием второго короба будет заключаться в том, что, да, к этому времени Розанов станет просто неприличным писателем. Короб будут издавать молодые энтузиасты, в частности, Цветков, знаменитый библиограф, который проживет большую жизнь, скончается в Крущевской Москве в 1963 году, будет библиотекарем библиотеки имени Ленина. Так вот, молодые поклонники Розанова, тем не менее, не рискнут выставить свою фирму на этом издании. То есть, постараются все-таки дистанцироваться. И у Розанова есть как раз запись этого времени, когда он будет говорить о том, что вот не рискнули, побоялись. Но, тем не менее, вечно им благодарны за то, что они все-таки меня издали. Там молодцы, несмотря на это. И вот, собственно говоря, в «Напавших листьях» есть другой момент, когда Розанов пытается охарактеризовать свой текст. Я позволю себе просто его напомнить, хотя он один из самых известных, наверное, из сборника. «Вывороченные шпалы, шашки, песок, камень, рытвины». Что это? Ремонт мастеровой? Нет, это сочинение Розанова. И по железным ремесам несется, уверенно, трамвай. На Невском ремонт, когда переклад. Собственно, вот этот образ Розановского текста очень значим. Это старая фотография, сейчас восстановленная фотография, могилы Розанова и Константина Леонтьева. Гефсиманский скит, трость Сергея Лавры. Я себе позволю начать с текста, который есть в последней листве. Это запись от 30 июля 1916 года. Розанов пишет. «Тайно, как я сказал, что сочинения мои замешаны на семени». Это арт-комментарий к опавшим листьям, к коробу первому. Когда в коробе первом Розанов пишет. «Говорят, дорого назначаю целым книгам, уединенные. Но ведь сочинения мои замешаны не на воде и даже не на крови человеческой, а на семени человеческом». Вот, собственно, в автокомментарии к этому тексту Розанов пишет. «Тайно, как я сказал, что сочинения мои замешаны на семени. Это глубокая и истинная правда. В каждый отрывок вошла концентрация моей души. Не то, что душа пролетела и сказала, а сгустилась и упала каплей. И капли эти густые, смолистые, в которых вязнешь, как муха, попавшая на клей из вишневого дерева. И все это слишком густо, и все это слишком вязко и неудобно для читателя. Это я сам чувствую. Дело в том, что капли-то мои капают сами собой, и муху не зовут. А между тем муха налетела и завязла. Нечто страшное действительно заключается в том, что душа моя страшно спущена. Что точно я жил всю жизнь для того, чтобы сказать это слово. Отрывок. И мне это легко. Дерево растет, и после того, как с нее скапнуло. А мухи куда деваться? И нездоровье своих сочинений я сам чувствую. Но что же делать? А ничего не делать. Вишня пусть капает, а мухи пусть вдыхают, а не садятся на клей. Кто ж купается в сегне? Сегне вдыхают. Вот здесь как раз текст с одной стороны, и ответ на многочисленную критику. Речь идет об обсуждении текста с тем же самым Цветковым, с тем же самым Флоренским, который многократно пишет Розанову о том, что не следует издавать подобные тексты, не следует продолжать. В то время как Розанов заявляет прямо противоположное. Розанов фактически фиксирует, что это единственная форма, в которой он нашел себя. Которую он будет продолжать. И вот декларация того, что он будет продолжать листву, она присутствует уже в предисловии ко второму коробу опавших листьев. Когда он пишет о том, как он просит издать в дальнейшем. Опять же, это очень важный момент, когда Розанов осознает свое место в литературе, когда он уверен о переизданиях, то, что так и не случилось по сей день. А именно Розанов настаивает на том, что в дальнейшем, когда будет переиздание второго короба опавших листьев и последующей листвы, каждый фрагмент печатать на отдельном листе, никоим образом не смешивая. Но вот в коробе втором ему придется пойти на уступки. И вот эта мечта Василия Васильевича о том, как правильно издавать его тексты, я подчеркну, что со всей последующей листвой, разумеется, так и не осуществлена. Просто потому, что сам масштаб текстов этого не позволяет полиграфически. Но для Розанова это вопрос принципиальный, чтобы текст так жил и таким образом функционировал. Вот если угодно, то Розанов целиком помещает себя в литературу. И одновременно литература для него оказывается, просто возвращаясь к первой цитате, подчеркну, литература оказывается для него способом выхода за пределы литературы. Это способ изживания. Я позволю себе процитировать этот текст. Он записан под диктовку дочери Розанова Нади в декабре 1918 года в Троице Сергиевой Лавре. Это знаменитый текст «Лучинка». Это последний литературный текст Розанова. От лучинки к лучинке, Нади, опять зажигая лучинку, скорее, некогда ждать, сейчас потухнет. Пока она горит, мы напишем еще на рубль. Что такое сейчас, Розанов? Странное дело, что эти кости, такими ужасными углами, поднимающимися под тупым углом одна к другой, действительно говорят об образе всякого умирающего. Говорят именно фигурою, именно своими ужасными изломами. Все криво, все негибко, все высохло. Мозга, очевидно, нет. Жалкие тряпки тела. Я думаю, даже для физиолога важно внутреннее ощущение так называемого внутреннего мозгового удара тела. Вот оно. Тело покрывается каким-то странным выпадом, который нельзя иначе сравнить ни с чем, как мертвой водой. Она переполняет все существа человека до последних тканей. И это есть именно мертвая вода, а не живая. Убийственность своей вертвичины. Грожание и озноб внутренний не поддаются ничему ощущальному. Ткани тела кажутся опущенными в холодную, лютую воду. И никакой надежды согреться. Все раскаленное, горячее представляется каким-то неизреченным блаженством, совершенно недоступным смертному и судьбе смертному. Поэтому ад или пламя не представляют ничего грозного, а скорее желанного. Это все для согревания, а согревание только и желаемо. Ткань тела, эти мотающиеся тряпки и углы представляют в целом о каких-то безумных подробностях, отвратительных и смешных, размошенных в воде адского холода. И кажется, кроме озлобы ничего в природе даже не существует. Поэтому умирание, по крайней мере от удара, представляет собой зрелище совершенно иное, чем мгновенно думается. Это холод, холод и холод, мертвый холод и больше ничего. Кроме того, все тело представляется каким-то надтреснутым, состоящим из мелких раздробленных лучинок, где каждая представляет трущуюся и раздражающую остальные. Все вообще представляет изломы, трения и страдания. Состояние духа, эрвы, никакого. Потому что и духа нет. Есть только материя изможденная, похожая на тряпку, наброшенная на какие-то крючки. До завтра. Ничто физиологическое на ум не приходит. Хотя странным образом тело так измождено, что духовного тоже ничего не приходит на ум. Адская мука, вот она на лицо. В этой мертвой воде, в этой растворенности всех тканей тела в ней. Это черные воды стикса. Воистину узнаю их образ. Здесь Роузенов действительно, если угодно, шокирует до предела. Именно потому что, опять же, позволив себе цитировать Синявского, когда Синявский пишет свой комментарий к этому тексту, он говорит о том, что ведь Роузенов здесь доводит литературу до предела. С одной стороны, он постоянно говорит о том, что исчезает всякая литература. Исчезает всякая литературная позиция, всякая авторская. А с другой стороны, и об этом как раз и будет сам Роузенов. Поэтому я позволю себе вернуться к началу. Там, где Шкловский не видит проблемы в искусстве, для Роузенова постоянно присутствует самая проблема. Проблема того, что, да, разумеется, он помещает всю жизнь в искусство, но при этом здесь именно искусство является ключевым. Как пишет сам Роузенов, я не жил, я только писал о жизни. Здесь, оказывается, все становится материалом. И в этом тексте, который является последним, с одной стороны, да, перед нами, смотрите, что получается. Ведь Роузенов буквально в последний месяц, в своей жизни, последний текст, который он создает, это, опять же, фиксация, буквально физическая фиксация умирания. Умирающий буквально записывает, уже не имея сил даже сам писать, в данном случае диктуя дочери, он записывает сам процесс умирания. Перед нами уникальный текст. Если вы помните, толстовские персонажи постоянно размышляют перед лицом смерти, да, отдаленные. Но это толстовские персонажи. В этом плане, когда Толстой умирает, он умирает, а не пишет текст об умирании. У Роузенова получается иное. Именно в тот момент, когда он умирает, он создает иный текст. И при этом, внимание на другое. В этом тексте возникают все ключевые, как раз Роузеновские образы. Вроде бы перед нами фиксация самого опыта. Но вместе с тем он говорит не просто о холоде, а вот это знаменитое представление о том, как холод, приходящий в мир. Смерть, как холод, и мир, продрогший перед Христом. И в конце черные воды стикса. Воистину узнают их образ. То есть, здесь подключаются все ключевые темы Роузенова. Иными словами, он создает нечто, выходящее за пределы того, что хоть как-то можно называть в стандартном понимании литературы. Когда в своем финальном тексте, буквально последнее, что он создает, он умудряется свести воедино ключевые темы, собственно говоря, своей собственной литературы. То есть, создать, если угодно, такой экстракт своего философствования. И в этом как раз плане Роузенова зачастую считают одновременно и нежным, и жестоким автором. То есть, способным на подобное дистанцирование. В этом смысле, оказывается, как, собственно говоря, об этом и пишет Шковский, Роузенов, да, он создает способ расширения литературы. Но этот способ расширения литературы, это, разумеется, не эффект свободного письма. Зачастую кажется, что текст Роузенова это фиксация мимолетного, безструктурный. Однако, тот же самый Шковский демонстрирует, сколь сложно структурировано это самое, вроде бы, бессюжетное письмо. Какую жесткую конструкцию оно предполагает. Даже для самого Роузенова постоянно является вопросом, как возможны уединенные. И если посмотреть, как пробует это осуществить Роузенов, как он пробует повторить, в последующей листве, в мимолетном, в Сахарме, именно мимолетное 14-м, мимолетное 15-го года, в последней листве 16-го года, он все время пробует разные заходы, разные ходы. Но если, опять же, посмотреть на Сахарму, то есть, это текст, который был подготовлен к печати Роузенова, то вы можете увидеть, что там присутствует достаточно большой блок фрагментов, которые изъяты из этого текста. Это определенное раскладывание пассианса, которое призвано передать вот эту самую мимолетность. Поскольку движение за ускользающим мгновением невозможно без формы. И сам Роузенов, опять же, используя обнажение приема, пишет в опавших листьях, пишет он следующее, говорит о фиксации мгновения, он говорит, что между самим мгновением, между самим тем состоянием, которое ты фиксируешь, и тем моментом, когда ты это делаешь, проходит как минимум мгновение, оно другое. В этом смысле, опять же, типичный Роузеновский образ физиологический, когда он говорит о том, что писатель существует в кончиках пальцев, письмо – это физиологическая деятельность, и писание, это фиксация как раз мгновения здесь существующего, способность ухватить и зафиксировать. Вот в Розеновской листве ключевая мысль, которая стремится донести Розенов, возвращаясь к тому, что он пишет Михайловскому, это собирание через многогранное. В этом плане оказывается, что простой способ прямого говорения невозможен именно потому, действительно, самого главного. То есть, единственный способ говорить о Боге – это не пытаться осуществить прямое движение, потому что оно-то оказывается неизбежно ложным. Только через иное, через многое, оказывается, возможно, ухватить то, что при прямом касании не ухватывается. И Розеновская техника – это техника, разумеется, подобного собирания. Но я позволю себе еще один момент на одном моменте остановиться и дальше уже вступить в режим диалога, прекратить подобный монологизм. Остановиться на том моменте, что, да, Розенов сам говорит о своих текстах как о конце литературы, о том, что литература более невозможна, о том, что нельзя идти дальше. То есть, литература для него как некая фиксация реальности. Он дошел до предела. Но здесь помогает как раз ход, если угодно, ход Шковского. А именно, когда создается новая, когда создается новая литературная жанра, новая форма, то она всегда воспринимается как конец всей возможной литературы. Это стандартное переживание. И в этом смысле для Розенова это столь же характерно, как, например, для современников переживание, что литература после Чехова невозможна, нельзя двигаться. Но специфика Розенова заключается здесь, если угодно, в другом. Розенов особенно уникален, поскольку он не просто создает новый жанр, он одновременно его же и закрывает. То есть, он исчерпывает возможность этой литературной формы до предела. Двигаться в подобном оказывается невозможно. И для Розенова очень существенной проблемой, начиная с 14-го года, становится вопрос о том, как возможно дальше существовать этой форме. То есть, форма уединенного, абсолютно свободная получившаяся, она дальше распадается. И дальше вопрос для Розенова это всегда вопрос некого продолжения в другое. Каков здесь возможный ход? И примечательно, что в попытках продолжить в мимолетном и в последнем листве он оказывается гораздо более традиционен, чем в уединенном. Он вновь возвращается к очерку, он вновь возвращается к определенной сюжетности, и возвращается, если угодно, к газетной статье, где опирается уже скорее на опыт Власа Дорошевича, который в свою очередь идет от него. То есть, здесь заметно, что это не просто новый жанр, но новый жанр, который представлен вполне одним текстом и обрамляющим его коллекцией отступлений и неких разверток в иное. Спасибо большое. Вопросы, если есть? Можно я повторю, как здорово сформулировано о том, что человек должен прочитать прежде всего какую самую главную книгу про себя, и потом вот про слово, в которое стекает все. Это, знаете, тоже для нашего личного перевоздумия дома каждому, так? Спасибо большое, что вот эту реплику озвучили, потому что ведь для Розанова это огромная проблема вообще соотношения сказанного, написанного, опубликованного. То есть, ну вот, опять же, я позволю себе остановиться, на очень известном примере, когда Розанов записывает о своих дочерях, разумеется, о том, как они выбирают для себя там игрушки, и что он им покупает, и как они говорят, и как он прочитывает эту запись своему другу Дмитриевне. И Варвара Дмитриевна, это все существует в этом самом тексте. И Варвара Дмитриевна говорит ему, что это хорошо, но зачем ты это написал? И вот это вот зачем ты это написал, оно как раз и оказывается в этом самом тексте. Об этом не надо писать, об этом не надо публиковать. И вот то, что об этом не надо публиковать, оно как раз дополнительно еще опубликовано. То есть, здесь получается такая очень розановская рекурсивность. А другими словами, я просто напомню, мне развернуло эту фразу о том, что и Гутенберг на что-то сгодился. То есть, для Розанова постоянно присутствующая тема, что литература существует до печати, и не ради печати. И одна из самых известных фраз из «Запавших листьев», опять же, если я позволю ее напомнить вам просто, о том, что до Розанова пишет, что я давно пишу не для читателя. Мне давно наплевать на читателя. Пишется для этого. Но вместе с тем, ведь это в свою очередь работает как очень важный прием как раз. То есть, это как раз заявление о том, что он пишет не для читателя, оно и создает для читателя совсем другое пространство чтения. Вот то, чего стремится добиться Розанов. Попросту говоря, почему, например, эти знаменитые разборы и Синявского, и Шкловского оставляют такое специфическое двойственное впечатление Розанова. Потому что они очень, с одной стороны, хорошо вскрывают то, как устроены Розановские тексты, и при этом они все равно остаются на уровне, собственно, литературном. Потому что, если предполагать, что мы имеем дело лишь с литературой, то становится непонятно, что делает возможным сам этот прием. То есть, для Розанова это способ жить. То есть, иными словами, сколько бы, чтобы правильно понять Шкловского, сколько бы мы не изучали, как работает этот прием, этот прием работает только тогда, когда он не является, собственно, приемом. То есть, собственно, попросту говоря, эта обманка работает только тогда, когда мы искренне. То есть, только потому, что Розанов как раз не играет здесь на фундаментальном уровне, только поэтому эта игра и складывается. Сыграть в нее сознательно, зная правила, не получится. И пример этому как о Шкловске. Когда он пытается, например, вроде бы повторить розановские ходы, перед нами получается очень интересная литература, но всего лишь литература. Ничего розановского здесь не остается на фундаментальном уровне. То есть, вот тут ключевой момент, что этот прием работает только тогда, когда он не является, собственно, приемом. Как только он функционирует как техника, оказывается, что парадокс в том, что тогда он перестает работать и как техника. Техника здесь заканчивается. Можно? Вы сравнили с Толстым. А Толстой читал розаново? Потому что я знаю, что он очень учился от Толстой, что вот то, что он пишет, это вымысел. То есть, он хотел что-то другое. Вот, может быть, он завидовал розаново? Спасибо большое. Он и читал розаново, разумеется, и они даже встречались. Но, но, нет, разумеется, по крайней мере, ниоткуда неизвестно, что Лев Николаевич завидовал розаново. И, во-вторых, очень важная оговорка. Толстой, разумеется, знал розаново как журналиста и как журнального автора. В этом смысле розаново как... Розаново, которого знаем мы, Толстой не знал. Вот это ключевой момент. В этом смысле еще раз подчеркну, что розаново ведь он буквально, вот то, что мы называем розановым, возникает... Вот, 1912 год, выход уединенного. В январе 1919 года розаново скончался, причем к этому времени большая часть листвы, естественно, не опубликована. Весь этот массив листвы сначала кусочками публикуется, чуть-чуть в 20-е годы, затем другими фрагментами в том же самом вестнике РХД уже в последующие десятилетия. А в сколько-нибудь полном виде все это публикуется уже во второй половине 90-х, начале нулевых. Так что как раз розаново это именно пример такой Атлантиды, всплывающей. То есть для современников, разумеется, с розаново связано что угодно, но не это. Появление уединенного... Да, и еще подчеркну, что, конечно, появление уединенного и появление затем опавших листьев приходится на тот период, когда розанов становится оказанной фигурой Нонграда почти для всех. Вот это как раз важный момент. То есть, если угодно, розаново вообще демонстрирует вариант такого предельного русского радикала. Что тоже значимо. А именно... Кстати говоря, это тоже есть в опавших листьях, на мне этот момент, когда он пишет о том, кто такие настоящие русские радикалы. Что значит быть русским радикалом? Разумеется, это быть... быть консерватором, например, когда все вокруг освободители и прогрессисты. Что означает быть радикалом и нонконформистом? Это в храм ходить, молебен отстаивать, и так далее. Вот... А? Да, 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 да. В этом смысле... То есть, представление о том, что радикал это Михайловский или Салтыков-Щедрин, Розанов говорит, так нет, это-то как раз и есть большинство. Это понятно. А Розанов ведь умудряется вообще поразительную вещь сделать. Он умудряется одновременно поссориться со всеми радикалами и одновременно со всеми консерваторами. Это же совершенно чудесная ситуация. То есть, представьте себе, человек на полном серьезе публикует тексты об обонятельном и осязательном отношении евреев к крови. То есть, фактически оправдание кровавого навета по ходу дела Бейлиса. То есть, вот буквально. И тут же, и тут же, буквально в это же самое время ссориться со всей консервативной церковной общественностью. То есть, нормальный человек хотя бы здесь, ну, использовал поддержку. Ну, раз ты за кровавый режим, который тут дело Бейлиса ведет, ну, ты хотя бы с этого что-то получи. Так нет, он же одновременно при этом собственно, тут же печатает вторым изданием людей лунного света, где... Обратите внимание, то есть, вот суметь настолько... В этом плане, если уж искать нонконформистов, то русские нонконформисты должны не майки Че Гевары носить, а с профилем Василия Васильевича. Вот он. Такой вот идеальный вариант. То есть, более нонконформистского поведения в русской литературе вообще не найдешь. Так суметь прожить свою жизнь. Че, ребята? Да, да, здесь, пожалуйста, вопрос, может, это же... Не знаю, да, ну, не знаю, а как вы думаете, Розова, он вообще переводим на какие-то языки? Там вот... Переводим в том плане, чтобы он прочитывался как тот Розова, которого мы знаем. Спасибо большое. Да, переводим во многом... Ну, классический пример, это совершенно замечательные статьи Лоуренса, посвященные как раз переводам Василия Васильевича и английскому изданию Розанова. Другое дело, что понятно, что Розанов очень хорошо существует в массиве. Толще, да? Розанов предполагает многочтение в него, ныряние, если угодно, в эти тексты. Понятно, что это сложный текст, потому что он во многом построен на намеках, на оговорках, и так далее. Но здесь нет принципиальной непереводимости. Скорее, речь идет о том, что Розанов это все-таки автор, которого очень трудно не то, что перевести на другой язык, а представить другой аудитории вполне адекватно, именно за счет того, что, ну, собственно, Розанов же об этом написал, и я, собственно, это уже цитировал, да? Как издавать Розанову, Вот в этом основная проблема. То есть, как его представить читателю? Потому что, если вытащить отдельный текст Розанова, даже самый известный, это не то. Он существует вот во всем этом массиве, но вместе с тем никто в здравом умении будет, разумеется, читать полное собрание сочинения Розанова, если только ты уже вначале не влюблен и не сильно ударен этим текстом. У нас, в смысле, как бы, имеется в виду, что Розанов, он, как бы, не вырываем из своего собственного контекста. Да. Он слишком глобоколодная рыба, если угодно. Да, потому что, вот у меня, это просто было предисловие второй части вопроса, потому что у меня было сложилось впечатление, во-первых, что для меня Розанов, он слабо вообще переводил, с русского языка, он вырываем из этого контекста, из своего. И, во-вторых, мне просто показалось, что Розанов, это вообще даже не литература, не философия, это вот что-то такое. Как я читал, у меня было впечатление, что это какие-то осязаемые материальные предметы, вот эти, ну, блесные, вот эти вот, очерки, маленькие. Можно подробить, пощупать, подвадить. И это как пластическая уже искусство. Ну, короче, это то, что там за 50 лет предшествовало всему, что будет в европейской культурном, в культурном процессе европейского, через 50 лет после смерти Розанова, там все эти, Жоржи Матай, там, каркасные, выкидки, все, такой слабый, слабый отголоский, потому что, в общем, его. Спасибо большое. Я бы все-таки подчеркнул другое, что, и Розанов постоянно об этом напоминал, очень обижался, когда об этом забывали, хотя об этом всегда забывают, и современники забывали, и мы забываем, что, как он писал, но я же мыслитель, да, побольше, или я хоть немного мыслитель, и у него, например, в письме к его биографу, Галяваху, в письме к Галяваху, есть перечисление, как раз, когда он акцентирует мыслитель, в скобках проставлено о понимании, понимаете, то есть для Розанова очень-очень важный момент, что, да, это, конечно, эстетическое задание, это работа через форму, но это вместе с тем работа мысли, и здесь не получается его зачислить, собственно говоря, в писателя, потому что Розанов ведь рефлексирует, то, что он делает, в этом смысле он, он очень, он постоянно рефлексирует над тем, что он делает, и это способ философствования для Розанова, и, соответственно, когда стандартная реакция на него, как реакция на писателя, который вот здесь вот так чудесно выразил, там чудесно написал, для Розанова как раз это и вызывает постоянно раз за разом напоминание о том, что, вообще-то говорить, не только это, и даже не столько это, потому что за всем этим лежит мысль, лежит рефлексия. То есть, он настаивает на том, что он философ, и вместе с тем, вместе с тем, разумеется, достаточно проблематичное в отношении философии, я позволю себе один момент процитировать, достаточно большой, если я его найду. Да, собственно говоря, об отношении философии. Это в 16-м году он пишет. В данном случае, обращаясь к собеседнику, «А не чувствуете ли вы, что русская философия, в кавычках, и философское положение, ситуация, как-то странно несовместимы?» Философ Козлов, философ Иванов. Это смешно. Дело в том, что философия нечто отвлеченное, систематическое, возвышенное, небесное. Как это связать с Козловым? Позор невозможно. И я думаю, что у русских будут чудаки, а систематической философской мысли никогда не будет. Не всякому рылу в калашный ряд. Это ужасно грустно. И так кажется, возвышенной философии ничего нет. Тут какие-то перебегания света. И чудится иногда, что философия почти то же, что религия. За философию можно отдать Пушкина. Это в кавычках. И не будет. Какое горе? Изжить. Излюбить это горе. Собственно, без философии народ не цивилизованный. Это или первобытная масса, или торгаши. Не знаю, что хуже. У нас, собственно, есть великолепная литература, разве-разве уступающая английской и греческой, но решительно не уступающая даже немецкой. Ну и довольно. Прочие изрядно. Но не более. Искусство, государство, даже сторону мною теперь любимая церковь. Главная суть, что нет оригинальной и всему человечеству мысли. Никакой. Ни одной. Это поразительно. Возьмите даже наших святых. Первое – молчальники. Второе – юродивые. Третье – странные люди. Ни один русский святой не оставил ни единого сочинения. Поразительно ли это? И предвещательно. Не надо слова. Не хочу. Прямо сотрясаешься от страха. Что за упорство? Мы просто компиляторы в области систематической мысли. Компиляторы, переводчики и увлекающиеся люди. Русская философия вылилась в стихотворениях. А это дело. Это велико, прекрасно. Вот где мысли русские. В молитве, песне и стихе. Как только мы систематизируем, так у нас частушка. Это с позволения сказать не философия, а похабство. Вот, собственно, вопрос. А? Ну, сейчас вообще-то философия как раз вышла за прямой текст. Но не об этом. Я тоже читал на антене философии, а то про это не не рушил. У Архимандридов Секрова почитал, что один говорит про Старса Силарна. Посмотрим, как он будет умирать. Сегодня у Виноградского это переводчик с китайского. Когда его спросили, что для вас самое важное, он сказал, сейчас я думаю о том, как правильно уберечь. Ну, он еще не уберечь. Но он так сказал, потому что для него это важно. Я вот никак не ловлю мысли-то. Мне я решал вопрос возвращаться к тенью Розенова, которую я оставил в 90-е годы, потому что без него было ничего непонятно. И если так сказать, то один вопрос в Левая Са-2. Он вообще строил себе место, хоть понимал, о чем он говорит, что он хочет сказать, вот какое его место в литературе, философии, вообще в мышлении, вот место какое-то вот страстное. спасибо большое, я позволю себе ответить как раз розыновским текстом. Розынов пишет, задавила текст текст об отвергнутом искушении, если угодно, об искушении пустыне, только в данном случае искушаемым оказывается Василий Васильевич, а искусителем соответственно Христос. после отточия следующий момент. И увидел я вдали смертное ложе, и что умирают победители как побежденные, а побежденные как победители, и что идет снег, и земля пуста. Тогда я сказал, Боже, сведи это, Боже, задержи, и победа побледнела в моей душе, потому что побледнела душа, потому что где умирают, там не сражаются, не побеждают, не бегут, но остаются недвижимы костями, и на них идет снег. Собственно, для Розынова, и это очень отчетливо он договаривает, выражает в опавших листьях, то, что естественная религия человека, это языческая религия сочетания. И вместе с тем вопрос в том, что не вопрос, конечно, то, то, что для Розына как раз ключевое, это как возможно для человека, как личности умирать. То есть, другими словами, христианство это одновременно и то, где возникает личность, там, где возможны личности, и там, где ответ на вопрос именно как умирать. Для Розынова напряжение, которое существует, и об этом я не пытался свое понимание выразить в прошлый раз, для Розынова ключевое то, что сосуществует и то, и другое. То есть, в этом смысле, в этом плане Бог, творящий мир, Бог, творящий рождение, Бог, творящий жизнь, да, смерть существует, да, Христос предлагает избавляет нас от страдания, но вместе с тем Он избавляет нас от самой жизни. Для Розынова всегда вопрос о том, насколько христианство, которое способно нас научить умирать, насколько оно способно нас при этом научить жить, насколько оно совместимо с жизнью. Вот это ключевое напряжение. Поэтому, видите ли, что касается места Розынова где-то там, для Розынова, опять же, если позволите, ответить совсем кратко, для Розынова вопрос о месте в принципе не стоит, потому что это вопрос слишком пафосный. Это совершенно не Розыновская. Это не вопрос существования. то есть, с одной стороны, поскольку он осознает свой масштаб, да, понятно, что он событие. Не в смысле там место престилиров. Да. Вот место инструментальное. Где он работает? Где он работает? Что в новом времени он работает филиталистом? Где он работает мысль? где мысль находился? Какое пространство? Какой контекст? Ну, скажем, вот Хайдинг, это Хайдинг объясняет свои инсистенции. Это понятно, что он работает, но с какими-то состояниями работает. С чем работает Розынов? Он работает с состоянием, с какими-то, с динамикой какой-то. что он словами себя куда-то переводит. Поясните, пожалуйста, посмотри фразу. Слова он как-то себя переводит в какое-то состояние готовности или состояние чувствования или состояние понимания проникновения. Он же себя куда-то переводит. что он понимает? Вы знаете, мне очень трудно на это ответить, потому что мне кажется, что то, что вы говорите, оно поднимает слишком много разных вопросов. Оно в свою очередь требует слишком детальной разбивки. Потому что с одной стороны подойти к Розанову с тем языком на котором вы предлагаете описывать его эксенциалистским. Конечно, можно. Другое дело, что это, во-первых, перевод в другой род. И возникает два момента. Это, во-первых, как мы можем его описать таким образом, и, во-вторых, что нами утратится при подобном описании. То есть, я бы подчеркнул, что для розановской здесь мысли речь идет о том, что через слово, через текст ему удается зафиксировать вот эту самую противоположность реальности не в отвлеченных категориях, не в отвлеченном представлении, а в конкретике. есть, да, вернуться как раз вот это во всем создать то самое напряжение, пульсацию. И именно поэтому для Розанова очень важна здесь конкретика, которая позволяет ему ухватывать, опять же, если говорить таким языком достаточно классическим по-гегелевски, ухватывать ту самую конкретно абстрактную. То есть здесь использовать художественное средство, разумеется, в целях душевья. А можно мой короткий вопрос, короткий момент? Что лично вам одно, из того, что близко к творчеству ростного, одно какое-то качество, и что лично вы не приемлеме, что ли? Можно так с тобой выразить? Первое, что абсолютно приемлемо, это свобода. В этом я поясню совсем коротко, что Розенов это абсолютно свободный человек. А неприемлемо, я думаю, такого надо. неприемлемо нет. Есть то, что достаточно далеко, есть то, что не резонирует, но это не относится к неприемлемому. Это скорее другой опыт, который не созвучен. Но это не ситуация неприемлемости. В наши времена мы знаем другого философа, который называл себя тоже свободным. Это Александр Зиновьев. Ну, такая техника, чтобы человек не говорил, он просто его начинал возражать. Вот у него просто такой стиль общения был. Что вы? Вот он начинает повторять, вот вы только что сказали то-то-то. я не это имел ввиду. И, короче говоря, как бы все время уходил от пометки, от маркировки. То есть, всегда. Если вот спросить, есть пример, то есть, поведение Розанова, то, что можно сказать, он не с консерваторами им говорит, возражает, и не с либерат, с церковью он там возражает. И те, другие, вот видите, может у него тоже манера была не соглашаться. Спасибо большое за вопрос. Нет, конечно. В этом смысле Розановска, вы уж простите, но мне кажется, что менее свободного человека, Зиновьев трудно найти. Как раз в самом строе его мышления. Ну, он так про себя говорит. Ну, он так про себя говорит. Это мало о чем свидетельствует. Розановская свобода, кстати говоря, я вообще не помню, говорят, когда-то о себе подобное, Василий Васильевич. не вспомню, по-моему, нет. По крайней мере, связонаправлено как определение. Его свобода в том плане, что он не боится той мысли, которую он думает. Он не боится того, куда его заведет его мысль. в этом смысле, если угодно, он настолько доверяет Богу и миру, что он готов идти куда угодно. Потому, что он уверен, что в конце концов он не потеряется. Вот, он не опасается этого. И, соответственно, отсюда же я подчеркнул, что он ведь не только не с тем, не с тем, не с тем, так он и с тем, и с тем, и с тем, точно так же. Легко можно описать, что здесь он и с консерваторами, здесь он с радикалами, и так далее, и так далее. В том-то и дело, что для него не стоит вопрос быть с консерваторами или быть с либералом. Для него вопрос стоит, как он в данный момент ощущает, что он в данный момент видит. В этом смысле он не приноравливает свою мысль или свой взгляд, соответственно, например, с той или иной партийной, интеллектуальной еще какой-нибудь позицией. Ведь его знаменитое сотрудничество одновременно и у Сытина, и у Суворина, которое, кстати говоря, было же известно, что важно. Он пользовался псевдонимом Варварин, который был прозрачен для всех, для всех, кому вообще хоть чуть-чуть было интересно. Для Розанова было очень важно, как он сам об этом описал, поместить себя, что он не укладывался в новое время, в том смысле, что в новое время он помещался, но у него еще оставалось. В этом плане оказывается, с чего начинается знаменитый скандал по поводу позиции Розанова, по поводу Варварина, когда Струва пишет знаменитую статью большого писателя с органическим пороком. Ведь этот же скандал в свою очередь Розанов спровоцировал, когда в 1910 году он издает книгу, когда начальство ушло. Заметьте, в 1910 году, когда как раз стал Итненский поворот, когда он ведущий автор нового времени. Он издает сборник своих статей за 1905-1906 год, которые исполнены во многом описанием революционного порыва, как раз описанием того понимания революции как творчество. В смысле, заметьте, ведь никто по большому счету Розанова не заставлял задавать. Розанов одновременно демонстрирует. Очень важно не то, что он сейчас согласен с той позицией, которая у него была в 1905-1906 году. Он согласен с тем, что то, что выражено в этом тексте, это то, что он действительно в тот момент ощущал. Если угодно, он достоверен в каком плане? Он достоверен на уровне описания своих чувств и взглядов. он достоверен как документалист. Теперь он осмысляет это иначе, но он осмысляет вот то самое достоверное абсолютно в своей фиксации восприятие. То есть, попросту говоря, для Розанова, почему этот текст абсолютно приемлем при других политических настроениях 50-го года. Потому что это ответ на вопрос о том, а что увлекало в революцию и его, и других? Что создавало подобное? Как у Розанова уже есть характерный фрагмент, я не помню, с какого текста, когда он пишет о красоте революции. Он пишет, что в 1998-1906 самодовольны были чиновники и это толкнуло меня в революцию. А в 1996-м году самодовольны оказались революционеры и это толкнуло меня в объятие консерватора. Я подчеркну, здесь как раз ключевой момент остается единым, что абсолютно неприемлемо для Розанова в любой постаси. Самодовольство. Вот это логика маленького человека, логика Достоевского, она как раз у Розанова универсальна. В этом смысле ему одинаково омерзительно самодовольство, что там, что там. Но то, чем оборачивается революция, то, чем оборачиваются революционные генералы, для Розанова в 2010-м году, разумеется, куда более отталкивающая, чем существующая. И подчеркну, здесь ведь нет отказа от своего взгляда. Есть переосмысление, то есть свои прежние чувства я теперь понимаю иначе. Но сами то чувства остались теми же. Сама фиксация переживания она достоверна и ничего не сделать. В этом смысле Розанов как раз наставит на том, что он всегда честный писатель. Разумеется, он честный автор и под именем своим нового времени и под псевдонимом Варварин русском слове. Другое дело, что как об этом будет опять же говорить Розанов, что его проблема в том, что он никогда не читал то, что пишут вокруг него. В этом смысле он же никогда не читал газету. Вот это открытие, что оказывается он всегда писал свой текст. И кстати говоря, это же и делает из Розанова великую литературу. Ведь он уникальный журналист, чьи тексты теперь собраны в собрании сочинений, которые мы можем читать. Но с точки зрения журналистской это же как раз и возникает за счет того, что окружающий контекст им достаточно слабо учитывается. А он как-нибудь комментировал это течение отцаев? Да, комментировал, конечно. Но не помните, что он говорил? Нет, говорил он просто, что я вас просто отошлю к тексту во-первых «Апокалипсис нашего времени» там есть буквально ряд фрагментов с этим связанных и во-вторых это его письмо с Труве которое опубликовано в вестнике РХД за сейчас боюсь ошибиться за 70 какой-то год это номер 112-113 это я точно помню. Соответственно легко посмотреть пробить за какой-то год просто в электронном виде они все имеются эти публикации собственно для для Розана очень характерен один пассаж когда он говорит о царе о том что царь теперь царь отрос кольтую вполне здраво с его стороны а что еще делать с этим народом в этом смысле ну если вот так такой народ но об этом я буду рассказывать на лекции в Катарсисе по крестнице времени но один момент я просто приведу потому что он очень розановский очень сильный для комментаторов просто как момент когда Розанов пишет о том что вот и славно что это случилось что немцы придут и цивилизуют все и потому что наконец они научат русских патриотизму потому что собственно говоря кто умеет быть честными националистами кто такие честные русские националисты немцы разумеется кто настоящий русский патриот разумеется немцы наконец немцы завоюют Россию наведут порядок а вот дальше если читать этот текст он становится совершенно прекрасным по своей конструкции потому что дальше наступает сон смешного человека из дневника писателя и хотя Розанов его не дописывает до конца о том как собственно говоря вот эти русские что они сделают с этими немцами мы научим их молиться мы научим их ставить вещи и дальше Розанов просто обрывает этот текст но если вы помните сон смешного человека понятно что в общем концовка там вполне очевидна поэтому вот здесь опять же Василий Васильевич весь во всей своей красе этот текст можно понять очень так прямолинейно буквально как выражение чувства отчаявшегося человека зимой 1917-18 года и так далее и так далее и если мы особенно начинаем читать этот текст прямолинейно вроде бы Василий Васильевич описывает такую прозрачную простую вещь рассказывает простые пожелания по принципу уехать в Киев к германскому командованию там поезда ходят по расписанию там масло там все но Василий Васильевич он ведь он не живет в этом и именно поэтому ему удается выстроить имеется совсем другое он поступает как всегда он берет самую пошлую деталь в этом плане мне очень нравится Коксинявский писал о Розанове писал он ровно одну вещь когда он говорил о том что ведь для Розанова ему очень близка в действительности гоголевская эстетика упорно борясь с гоголем он сам является как раз гоголевским автором то есть когда он начинает с чего-то предельно пошлого или того что обычно считывается как циничное и затем через это уходит на невиданную глубину или высоту ну самый известный фрагмент из «Опавших листьев» который я думаю все помнят кто читал хотя бы раз потому что это обычно не забывается это знаменитый фрагмент про вентиляторы бессмертия души о том когда Василий Васильевич сидит в клинике и ждет что будет с Варварой Дмитриевной звучит вот этот самый вентилятор и вот то что она умрет и она не будет этого слышать как немыслимость то есть вентилятор оказывается если угодно доказательством бессмертия не души опять же для Розанова это важно его не интересует бессмертие души его интересует вечность всего он требует и как раз здесь очень важно он требует не платоновского его не волнует бессмертная душа его волнует христианское возрождение ему нужно исключительно возрождение во плоти целиком конкретно а то что там какая-то бессмертная душа вечный разум еще что-то и так далее это Василий Васильевич совершенно не нужно ему нужен вентилятор ему нужен дырявый сапог тот ему нужен носовой платок и ни на что меньше он не согласен и в этом смысле ход как раз через конкретное и ход через предельно вроде бы простое через бытовое он для Розанова как раз принципиальный ему это не только особенно стиль именно поэтому этот стиль столь хорошо и ложится я подчеркну ведь если мы почитаем ранние тексты Розанова когда он только вступает в литературу он подобным образом разумеется совершенно не пишет у него подобного нет он мыслит так же а вот эту форму литературную он находит уже в самом конце он постоянно движется к этому и только в конце жизни ему удается найти идеальное соответствие между тем что ему важно для мысли и тем как это передать потому что в начале он как раз да разумеется он рассуждает вполне систематически в начале он как раз говорит вполне такими общими конструкциями и это превращается в то где сама мысль как раз оказывается неточной то есть для Розанова очень важно через вот эту вроде бы иллюстративность через эту самую образность он стремится к точности мысли к тому чтобы если угодно к тому чтобы при малейшем сочувствии его нельзя было понять неправильно это долгий разговор но если совсем коротко Гоголь для Розанова это это абсолютно методологические основания или какие-то другие да да конечно Гоголь для него это царство мертвого вот это принципиально момент еще вопросы тогда спасибо большое спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон»